Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Петрозаводской, из нашей новой квартиры. Я вам вчера ее мельком показала, сейчас еще раз покажу. Значит, сегодня у нас планы наполеоновские. Не знаю, удастся ли их сделать или нет, осуществить. В общем-то, сейчас мы купили билеты, ну, все через интернет, на автобус или маршрутка, это будет, не знаю, 16 мест там. До города Сартовала, в 8.30 у нас выезд, сейчас у нас 15.08, значит, написано время в пути 5 часов. Если 5 часов, то это, конечно, очень долго, не представляю, как мы доедем. Дальше у нас уже куплен экспресс, это ретро-поезд, который идет до Рускеалы, до парка. Но в промежутке нам, как всегда, нужно оставить вещи, потому что забронировали квартиру, опять как, не квартиру, а дом, половину дома, что ли. Как всегда, мы на сайте вот этот суточный.ру, соответственно, вот как мы это все сделаем, как у нас будет происходить стыковка, чтобы вот эти вещи оставить. Ну, и там очень-очень маленький промежуток времени будет перед поездкой. Ну, а дальше уже в парке будем, соответственно, смотреть все, что и как. В общем, дни у нас очень насыщенные. И вот мне так поразил комментарий, значит, у вас все еда и еда, когда столько красоты. Люди какое-то одно видео посмотрят, показала вот эти вот кижи, и следующий этап, это непонятное дело, там, 8 часов ты приехал, ты голодный, как волк. У вас все еда и еда. А как вы все святым духом кормитесь? Я удивляюсь. Значит, что касается вот этой квартиры, я уже говорила, 3,800 стоимость вот этой квартиры. Квартира понравилась больше, чем предыдущая, хотя, казалось бы, ну, тут такой ремонт, линолеум, там, то, сё. Но здесь стоит не колонка, а водонагреватель. Поэтому вчера все с удовольствием помылись с приеликим ванной. Здесь не прыгает эта температура, включил как надо. И, в общем-то, наслаждаешься жизнью. И все необходимое есть, микроволновка есть, стиральная машина есть. И мы с хозяйкой даже не встречались, она нам ключ передала, сказала, что где взять. Здесь вот комната одна, кровать большая, диван тоже большой. Есть гладильная доска, есть утюг в той квартире, этого не было. И фен есть тоже, да, в той квартире этого не было. Квартира проветриваемая, чистая, да. Да, на фотографии я её не хотела выбирать, мне вот эти вот занавески, это что-то с чем-то. Но вот здесь живёт, ну, то есть здесь хозяйка женщина. В предыдущем был мужчина, у него фена не было, утюга не было. Лопатки там, ну, казалось бы, да, с утра там яичницу пожарить. Даже этой элементарной лопатки нет, чем перевернуть. То есть здесь всё есть, и помимо этого, там здесь есть чай, кофе, ну, кофе нет, чай, сахар, соль, масло, если, допустим, нужно приготовить, посуда вся, там кто-то макарошки забыл, кто-то ещё что-то. То есть, ну, так вот удобно. Удобно, вот этой квартире ничего не могу сказать. Всё, сейчас кофе допиваем, осталось буквально 10 минуточек и выбегаем. Опять-таки, с хозяйкой мы не встречаемся сейчас, оставляем ей ключ в положенном месте и убегаем отсюда. Ну, и вот, смотрите, здесь, видите, ещё прихожая и есть ещё и пылесос, ну, в общем, такое. На один день остановиться, на два дня самая она. Что касается вот вещей с собой, у меня всегда маленькая сумка для документов, для кошелька, для телефона, чтобы было рядом. За спиной всегда рюкзак, там всё необходимое. Ну, и чемодан, который вечно где-то нужно оставить, там вещей немного, но, как бы, всё необходимое, никуда не денешься. Вот такие вот мы путешественники, да, сейчас убираем за свой мусор и с Богом. Ну что, приехали на вокзал, а здесь всегда огромное количество автобусов. Мы когда в прошлый раз приехали, у них есть автовокзал, но он сейчас на ремонте, поэтому все автобусы уходят с ЖД вокзала. У нас 23.42. Вот здесь тоже, видите, какая-то централизованная экскурсия. Ну, это хороший транспорт. Я очень боюсь, что у нас будет, вот как первый стоит автобус, 5 часов ехать, меня укачают на таком. Они обычно, у них запах вот внутри этой, ну, бензином всегда вот это вот. Так, это точно не наш. И здесь они в две линии как-то все выстроены. И там есть автобусы, и здесь есть автобусы. Где, чего, кого искать? Вот тоже маленький стоит. Пока стояли, мы головой крутили в разные стороны. Думали, что вот этот подъехал, сортовала написано. А тут вот этот. Блин, как я боюсь таких автобусов. В смысле, боюсь, что они такие. А почему шмурено написано? Если она стартовала. А, он идет до поселка Мурино. И хватит каловрать. И вот это автобус. Ну, ладно. Билеты будут проверять, да? Шплатный 80 рублей. Такой вот рейсовый автобус. Не, ну, в принципе, я ничего не могу сказать. Эти удобные, не знаю, как он там, с какой скоростью передвигается. Ну, ехать 5 часов. Это, конечно. Вчера мы полтора часа ехали, мы с машиной. Сегодня 5 часов. Доедем. Доедем. А, и... Мы хотели сейчас места занимать. А здесь у нас места у каждого прописаны. Ну, мы просто... Расстояние между ног нормальное. Но мы просто очень быстро, понимаете? Бегом, бегом. Вот это бронировали. А, надо билеты. Срочно. У меня столько вот этих сохранений. Квартиры, билеты. Я уже сама не помню, где какая квартира там. Ну, постоянно тебе приходят такие ДСМС-ки. И куча. Нужно все везде запомнить. То есть, куда дальше, чего. Везде все что-то куплено. И везде все в электронном виде. На бумажке ничего нет. Через час первая техническая остановка. Можно сходить в туалет. Но вообще здесь садятся тоже в автобус. Там кто-то покупает билет, кто-то выходит. Пряжа. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, тут автостанция, я так понимаю. 19 градусов сегодня. Солнышко светит. Дождя пока что еще не было. Чайки буйствуют. А, ну да. Это автовокзал. В общем, я зря на автобус этот роптала. Очень комфортный, очень удобный. И очень быстро едет. Собачек такая нас вылуждают. Хаски красивые. Это соседка моя лошка. Это какое-то озеро. Мы сейчас едем. Сколько? С половиной, девятого, полтора часа только. Полтора еще. Еще три. Да. Ну, очень хорошо ехать с музыкой. У меня Яндекс.Музыка. Моя волна прям вообще-то не столько шикарна. Едешь прям вот эти просторы, деревья. Одна зелень вокруг. Говорят, у нас весь лес вырубили. Но в другом у нас вот здесь одни леса. Причем эти лиственные сменяют хвойные. Хвойные сменяют лиственные. Очень красиво. Нет. У меня хорошая соседка, мы все. Я вообще на просторе. Слышно, а сама не знает, чем меня угостить. Коля, будешь? Нет, ты будешь. А сама, говорит, забери. А сама с ума сойдет. В общем, пол одиннадцатого, следующая остановка. А у девчонка с ребенком была, она с нами вчера. Вон в дерь подалась куда. А у вас почему они тут делают? Куракая девчонка. С ребенком. Вон она туда. Они сейчас наоборот. С нами столько людей, на самом деле, которые нас знают, а мы не знаем. Говорят, ой, а мы с вами были. А мы их и не видели даже близко. Здесь вообще... Ух ты, слушайте, здесь выпечка такая, мне кажется, вкусная. Давайте. А мы думали, нам негде будет поесть. Смотрите, настоящая русская печь. Не знаю, антураж или правда рабочая. Рабочая, прикиньте, печка. Так, ну что, тесто очень приличное. Я корзиночку хочу. А, кстати, нам вчера вот эти вот, как они называются, правильно? Рассказываем. Кого мы съедим? У нас еще целый день впереди. Съедим, успеем съесть. Как это? А, калитка. Калитка. Вот рассказывали, что первое, что здесь из лаковых стали выращивать в Карелии, это была рожь. Поэтому вот эта вот калитка, она из ржаной муки. И делали ее изначально с кашей, а сейчас уже делают с чем угодно. Но вот здесь калитки нет, но есть много всего другого. А, с клубникой, я вот с клубникой взяла. Но я вообще люблю творожники. Я хочу с очень створогом. Или с дуба створогом. Дело в том, что мы вчера взяли от жадности три рыбины больших. Три рыбины больших, и мы их объелись, у нее выбросили, не смогли съесть. А с собой забирать не смысле. Когда же вы оградали уже? С половиной девятого. Не, во сколько завтракали сегодня? Мы завтракали пол восьмого. Сейчас пол одиннадцатого, второй завтрак. Потом, я так думаю, мы, наверное, и на обед где-то остановимся. Конечно. Пять часов едем. Спасибо. Так, кофеек, наш автобус, наша собачка. Сейчас с вами попробуем. Вот эту штучку, мне кажется, она вкусненькая. Сколько я заплатила тоже сама за... 240 рублей я заплатила за перекус. Мне нравится здесь уютненько так. Если бы вы знали, как нам сегодня было жалко расставаться с рыбой, но она уже с утра, мы уже не могли. Вкусная рыба. Все, ну, представляете, там, ну, по 600 рублей получилось. Где-то, наверное, по 800 грамм рыбы. То есть, мне кажется, я наелась ее уже на всю... Ну, не на всю жизнь, но надолго. Больше я рыбу не хочу в ближайшее время. Обожаю песочное тесто. Очень вкусное. Да на воздухе. Да так хорошо пошло. Такая начинка вкусная. Я никогда не думала, что можно смешать клубнику с яблоком. Это реально вкусно. Кофеек с пенкой. Я все время оттопыриваю палец. Я за собой заметила. Когда уже монтирую, я вижу, что у меня палец оттопырил. В общем, я думала, дорога будет сложная, но нет. Потому что Яндекс.Музыка вам в помощь. Такая музыка у меня 90-х. Подорожник, трава. В общем, еду просто там. Синий туман. Вот это похоже на обман. Красота. Красота. Алинок возмущался. Я есть не хотела. Но взяла, как все. В общем, я поняла. Я хочу такую кофейню с своими пирожками. Это так уютно здесь. Вот там одна женщина такая в возрасте. Она справляется. Здесь постоянно без конца приезжают эти автобусы, останавливаются. Она всех-всех успевает обслужить. Молодец, умница. В общем, я реально еду как король. Почему? Ну, потому что я лежу. Я как-то лежа еду. Лежа, ноги вниз. Вообще красота. Я тут кабину. В общем, приехали даже чуть раньше. В сколько? 13.20. Было заявлено 13.30. Надеюсь, мы раньше, с вами в воскресенье. Поэтому доехали хорошо. В общем, здесь оказывается еще минут 15-20 пешком до ЖД вокзала, откуда у нас следующие билеты. Ну, и, соответственно, понятно, да, вещи? Вещи, которые нужно где-то оставить. Сейчас я позвонила хозяину вот этого дома, который мы сняли. Он сказал, подъедет сейчас на машине, заберет наши вещи. Очень нам повезло, да, с хозяином квартиры. Он и до ЖД вокзала. Что ты меня ждешь? Не могла через другую сторону сесть? Смотрите, от себя я захожу. Ленка не с другой стороны сесть. И обязательно мне надо, чтобы я сюда пролезала. Представляете? И ржет. Все, за 10 минут доехали, меньше, чем за 10, до ЖД вокзала. Прям Юрий молодец, в Коломо дом сняли. Правда, я не знаю, какой там будет дом. Так, а здесь с кассой. Это вот, видимо, вот когда, знаете, Деда Мороза-то рекламирует все к Новому году. Здесь поезд Деда Мороза. Это платно, да? Стоимость 300 рублей. Чтобы за 250, чтобы зайти, посмотреть. До Нового года, до следующего. 167 дней осталось. Нет, 250 рублей в ход. Пойдемте сперва покушаем. Так, что здесь? Местное кафе. Чистенько, аккуратненько так внешне выглядит. Что здесь? Салатики есть. Цены демократичные. 60 рублей. Пирожки по 40 рублей. Я, кстати, люблю очень. Пирожки с яблоком. Обожаю. Я сейчас супчик, наверное, возьму. Какой-нибудь? Супчик. 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 Второе. Такой. А чего вот это, интересно, такое? Как ты думаешь? Из чего? А завтрак, в салат. Вот это что-то типа ментая, мне кажется. Какая-то ерунда. Смотрите, кофе здесь вообще по хорошим ценам. 100 рублей, 120 рублей. И зерновой американо. А вот чай 150. Но 350 миллилитров. В общем, вот такой набор пирожок с яблоком, свинина по-французски. Вот такая маленькая порция. Это вот блюдечки. 200 рублей. Вода моя. Кстати, пиво, я смотрю, местное здесь есть. Здесь тоже выпускают. Вот мы узнали, что есть этот Аланецкий комбинат, который выпускает все на свете. Это здесь водичка мне очень понравилась. Карельская. И тоже точно так же пиво у них есть. Где-то я сейчас видела кивач, написано было на каком-то из них. То есть продукции много, карельская такая. И водичка здесь тоже местная, карельская жемчужина. Если у нас там черноголовку продает, то здесь поели так, конечно, без удовольствия. Но во всяком случае поели и сейчас готовы ходить сегодня целый день. Наш объявляют. А, его еще и нет. Вокзала, нумерация вагонов. А у нас второй вагон. 860 что ли рублей. Девочки, билеты Оксана брала, она не может открыть их. Поэтому не могу вам сказать точно. Ну, в общем, за 800 рублей где-то там стоимость была на человека. Девчонки, вот с кем мы познакомились вчера на экскурсии, сказали, что обратно можно с машиной договориться за 1200 доехать. назад. Поэтому, в общем, каждому свое. Обратно, если нам ехать, как бы на нашу толпу получилось там сколько? Почти 3000. Поэтому нам проще с машиной договориться назад. Ну, посмотрим, вот это вот ретро-поезд. Его все хвалят. Кстати, здесь ветер сегодня сильный. Сортовало, русскяло. Значит, билеты с ЖД обратно. Не было билетов. Тоже взяли в разных, ну, в одном вагоне, но в разных. Купе ели-еле на 20-е число. На 19-е уже не было. Мы хотели 19-е уезжать. На 2623 стоил поезд на троих. 2623 на троих. Вот, в общем, сейчас с вами прокатимся. У нас сегодня такая важная тематика. С самого утра мы в дороге. Но еще раз говорю, вот этот вот автобус, я думала, будет хуже. Я прям доехала вообще отлично. С музыкой, комфортно. Расстояние до ног большое для ног. И самое главное, что у меня не было попутчика. Она вышла где-то минут через, ну, через час, наверное, пути она вышла. И я вообще кум-королю и брат-министру сидела. Ленок тоже там куда-то ноги свои вытягивала. Да, поэтому... Очень удобно было. Очень хороший автобус. Да, удобный. Автобус реально выглядел так неказистенько. И мы общались с народом, узнали много всякой информации. А расскажи про Грузию, девчонка. Вот девчонка с Хаски ехала. Она рассказывала про Грузию. Сейчас они едут. Они уже купили до Владикавказа билеты. Вот мы тоже хотим так же полететь. И дальше что она рассказывала, они поедут? Ну, я про Грузию как-то не очень. Я про Финляндию. Я слушала про Финляндию. А что Финляндию? Она советует учить ездить в Финляндию. Она говорит, что очень интересно. Ну, это виза нужна. Ну, виза. И она посоветовала в октябре там очень классно. Или ехать 25 декабря на распродажу. Она ей говорит, что на распродажу мне нравится. Молодец. Девчонка сказала. Она говорит, что мы везем оттуда все. Нет, это мы любим. Она живет в Карелии. И вот она посоветовала очень. Она говорит, что очень красиво. Там очень католические храмы у них. Да нет, Лен, ты сказала хорошо. На распродажу. Я это люблю. Мы поедем туда на распродажу. Мы уже в октябре. В октябре очень красивая осень у них. Очень много всяких городов. Она сказала, она посоветовала. Она говорит, что мы ездим. Но они были уже несколько раз. Не то, что там один. У них-то рядом же здесь где-то граница. Рядом, да. Было открыто все. Ну, что все равно. Они очень много раз с Питером ездили. Да, она говорит, что это с общанной электричкой. У многих был упрощенный какой-то проезд. У жителей именно Питера, у кого прописка. У них упрощенный был проезд. Ну, типа Сапсана, она сказала. Да, ну, а мы с вами попробуем оформить визу. Не знаю. Сейчас сказали, что начали уже оформлять. Потому что не было до этого доступа. Я бы с удовольствием съездила. Ну, да. Проводники в очень красивой форме. Посмотрите, в белоснежных рубашечках таких. Значит, сейчас уже можно билеты никакие не предъявлять. Можно предъявлять паспорта. И по паспорту уже все проверять. Что мы сюда ехали, что отсюда. Так, шестнадцатое место у нас. Роскиальский экспресс. Ух ты, так у нас еще и купе, что ли? Как из деревьев, я не могу. Посмотрите, как красиво здесь. А так, что мы не вместе тогда поедем. Лампа, как у вас. Почему вместе? У нас шестнадцатое место. Ты, короче, на верхний пол. Вот наше. Да, конечно, на верхний. Тут верхний нет. В какую сторону он идет? Вот сюда садись. Причем здесь места твои? 13, 14, 16. Так у нас нету других мест. Наше место 13, 14 и 16. А больше с нами кого нет? Оксана, почему будет? Когда билеты покупали, помните, говорю, я не знаю, какой походу. Либо 17, либо 13. И я себя бы походу. Помните? Так ты не купила 17. У нас места 13, 14, 16. Потому что тебе система не давала купить друг напротив друга. Если ты покупаешь билеты, давали вот так вот. Все на одной лавке. Смотрите, они спорятся. Вот мне нравится, Оксана. Я, говорит, буду походу. Понимаете? Вот им пофигу. Они просто хотят походу. Поезд будет. Ну, скорее всего. Почему ты тараши купаешь? Ну, вот, видишь. Не получится у тебя. Но ты, наверное, походу и поедешь, скорее всего. Так, 17, 18. Здравствуйте. Так, сейчас мы с вами походите. Так прикольно. Сейчас пойдем, пройдем. Так вот, посмотрим. Тут вот еще свободно. У нас уже все заполнилось купе. Поедем в полном составе. Ну, сколько еще? Пять минут до отправления. Может, эти не заполнятся. Остальные места. Или он еще где-то будет останавливаться. Антураж интересный. Ой, девушка, разойдемся. Ага. Купе начальника поезда. Туалет. Туалет открыт на остановке. Господи, в туалете танцевать можно. Очень, прикиньте, очень-очень большой салфетки есть, мыло есть, даже этот санитайзер есть, розетки есть, туалетная бумага. Ну, все так цивили. Почему мы только ретро? Можно заказать сувениры, экскурсии, что-то тут. А, билеты в парк можно сразу купить сейчас. Слышь, можно сразу билеты в парк купить. У нас же билетов-то в парк еще нет. Выберите необходимое количество билетов. Так, сегодня 17-е или нет? 17-е. Входной билет. А, Линка, у нас не в льготной категории? А. Нет. Так, эталок оплате 1377. Сейчас мне надо карту достать. Карту для оплаты билета. Вставьте, карту пишет. Карта просчитана. Ага. И что, сейчас сразу билет возьму? Еще 450 рублей. В общем, поездочка такая, недешевая получается. Считайте, сюда проезд 800 с лишним. Плюс еще 450 на человека. Плюс сюда из Петрозаводска доехать 800 рублей. Так что... А, за всех на троих дали. 1377. Ну, хорошо нам не стоять, значит, вот. Нет, на троих. Второй. Третий. Я еще с паспортом стою. Давай, давай. Третий. Так что... Второй вагон. Слушайте, я так хотелось поехать на просторе. Но, как всегда, не получилось. У нас там целая компания. А? Отличаются вагоны? Не знаю. Но, кстати, не знаю. Надо брать абсолютно и паспорт хотя бы убрать. Сейчас посмотрим. Может, и отличаются. А, это первый? Он не... А отличаются вагоны или нет? Ну, вагон остального типа, но единственное, вагоны-рестораны разные. А, вагоны-рестораны. Так какая-то фото-зона есть, насколько я понимаю. Купает четвертый вагон через два вагона ресторанов. Это когда мы отправимся, можно будет пройти, да? Но туда нужно будет приобретать билет через терминал. Терминал в ближайшем соседнем вагоне находится. А, спасибо. Понятно? Чтобы пофотографироваться, пройти в фото-зону, нужно еще заплатить какую-то денежку. Ближайший терминал в следующем купе. Сейчас пойдем с вами посмотрим ради интереса, сколько же это удовольствие стоит пофотографироваться. Так, вот. Нет, подожди, это, наверное, вагоны-рестораны. Это не тот, который фотографироваться. Это если вы хотите перекусить. Мы же уже перекусили. Что мы же не целый день перекусываем. Думали, будем голодать. Девушка, а не подскажете, тут сказали терминал для оплаты фотокупе. В этом вагоне? У нас нет вагон. В следующем тоже нет. В четвертом ходите. Ага. Так вот, мы спросили, они сказали, в этом вагоне терминал. Нет, нет, нет. Пойдемте дальше. Пройдем. Это третий вагон, если что. Так. А вы не подскажете, вот где купить билет в фотовагон? Или туда не надо покупать? Фотокупе надо. Вы сейчас пройдете тридцатый вагон, и следующий будет четвертый. Там стоит терминал. И там оплатить? Там оплатить, да. Фотокупе, оно стоит 250 рублей. Ага. Там фото... Все, я поняла. И к проводнику с чеком, там, куда идти. Ага, спасибо. Туда 250 рублей. 250 рублей. Не ехать, 250 рублей, чтобы пофотографироваться. Четвертое купе. Это тоже вагон-ресторан. Тут одни сплошные вагоны-ресторан. А сюда, интересно, дополнительный билет приобретается или нет. Так. Идем дальше. Сейчас весь поезд обойдем с вами. Но надо же иметь представление, что это за ретро-поезд такой, правильно? Поэтому надо обойти все. Так. Это какой? Это вот горный парк. А, вот фото-купе. Так у нас же был этот... Вот фото-купе написано. Написано. А, и его только на... Тут тоже можно. А мы можем где-то дальше ехать тогда. Замажать за меня. И одного, и второго. Три. Если нам надо фото-купе, нам надо фото-купе. В общем, это просто вот такое вот купе, как это. Только оно фото-купе. Нам сказали сейчас 10 минут подождать. И мы какое-то вот нашли свободное купе. И сели здесь ждать фото-купе. Ну, мне уже нравится. Проезжаем мы то ли реку, то ли... А, озеро здесь, по-моему, Ладожское. По-моему, сейчас зайдут сюда, Лена. Ну, наверное, зайдут, выйдем. Что, у нас же место есть. Мы же не без места едем. Вот так подождать. Оказывается, еще остановка одна есть. Вообще красота круглая. Здесь карта на столе. Видишь? Финский залив, Ладожское озеро. То есть мы здесь, мы совсем недалеко от Финляндии. Видишь, границы, где проходят. А давай здесь найдем, где мы вообще были. Видно здесь или нет? Нет, наверное, где-то были с другой стороны. Вот Санкт-Петербург. Для всех, кто хочет посмотреть. Так здорово. Оказывается, здесь мы сейчас еще будем переодеваться. И нас сфотографируют. Представляете, что это было? Эта услуга стоит 250 рублей. А во что мы будем переодеваться? Да, смотрите, есть такие вот кофточки. Она на замочке, она закрывается. Вот эта большая. Такая прям совсем ее можно так накинуть. Она очень хорошо смотрится с конуса. Да? Шляпкой, да. И сенькая. Ты какую хочешь? Косеньку. Хочет, да. Ну, а мне давайте большую. Эта на меня тоже не сойдет. Смотрите, я в мантии. Прикиньте, да? Ну, тут, конечно, это с качеством видео не очень. И еще вот такая шляпа. Она мне не сошется. О, шикарно! Ты как будто бы из тех времен, слушай. Нет, таких толстых не было. У тех времен. Реально все. Не ври. И тебе очень идет. А мне, может быть, вот так шляпу надеть? Чтобы уж совсем красиво было. У каждого, получается, будет своя фотография. Да, да, да. Но мы вдвоем хотим, да? Может, вдвоем? Это будет одна фотография, а фотография кто-то один. У каждого своя разновидность. Вы распечатываете. Я распечатываю вам одну фотографию всего. А, а. Ну, как лучше шляпу надеть? Котелок. Ну, жалко, что не сошлось-то. А тут не побольше интересных? Какой, Оксана? Ну, он меньше, но он застегивается. Ну-ка, дайте-ка. Мы везде найдем какое-то свое удовольствие. О, вот так мне нравится. Отлично. Мы как мужчины же сидим, да? Почему как мужчины? У девушки сидим. Есть еще веер, если кому-то надо. Так, нужно будет немножечко прикрыть. Получается ноги. И вот так. А, футболку, чтобы не видно было. Мы сейчас сделаем крупные варианты. Посмотрите, как это будет выглядеть. И потом будем уже фотографироваться, пока вам не понравится. Довольны? Такое удовольствие получили. А вот о съемке на память получили вот такую фотографию. Сами еще нафотались. Ну, и как будто бы перенеслись в другое время. Знаете, какое-то 18-й век, 19-й век. Ну, просто это такое удовольствие, когда ты ощущаешь себя где-то, понимаете, в истории. Исторические какие-то факты. Возвращаемся в наше второе купе. Девушка говорит, у нее аншлаг. Они катаются туда-сюда. И она уже профессионал. Зовут ее Анна. И говорит, меня уже все блогеры снимали. Так что ее уже все знают. Если кто-то захочет здесь перекусить, то вот такие вот цены. В общем, дорогие друзья, подъезжаем мы уже к Русский Али. Ехать час 20, ну, час 10, час 20. Все зависит от хода поезда. В общем, удовольствие просто вот незабываемое с этими фотографиями. Повеселились, что называется, от души. Всем советую. Фотографии приложу в конце. Значит, со всеми прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. Совсем скоро увидимся с вами вновь уже в парке Русский Али. Но у вас, конечно, такое тут же следующее видео с утра. А это постараюсь выложить вечером. Потому что знаю, что все ждут выпуски. Потому что всем интересно путешествовать сегодня. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok